Девушки отдыхают Подходит время, когда женщина должна принести младенца в мир То ожидание этого ребенка, она становится таким особенным Восемь месяцев уже ждут И вот девятый, самые немцы говорят, spannend Такое очень напряженное ожидание Я думаю, вот этот вот Advent Уже с начала Декабря Мы смотрим, люди как-то стараются декорировать свои дома Круги родственников начинают планировать уже Weihnachtsфаер И мы ожидаем этот наш драгоценный праздник И мы ожидаем этот праздник День Рождения Иисуса Христа Где Спаситель родился нам на эту землю Как тут не радоваться, Аллилуйя Господу Если мы радуемся нашим Днем Рождения Днем Рождения наших Деточек Днем Рождения наших Деточек Что у нас четвертый Advent сегодня А до Рождества еще два дня И я хотел бы воспользоваться этой возможностью То, что сегодня четвертый Advent Но еще не Рождество Поговорить о том, как мы ожидаем Христа Дорогие братья и сестры Для этого я бы хотел прочитать место Священного Писания Из послания к Ефесянам И я буду читать с третьей главы С четырнадцатого стиха До двадцать первой Слово Божье говорит Для сего преклоняю колени мои Пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа От которого именуется всякое Отечество На небесах и на земле Додаст вам по богатству славы своей Крепко утвердиться духом его Во внутреннем человеке Верою вселиться Христу в сердца ваши Чтобы вы укорененные и утвержденные в любви Могли постигнуть со всеми святыми Что широта и долгота и глубина и высота И уразуметь превосходящую Разумение любовь Христову Дабы вам исполнится Всею полнотою Божию А тому, кто действующую в нас силую Может сделать не сравненно больше всего Чего мы просим Или о чем помышляем Кому слава в Церкви Во Христе Иисусе Во все роды от века до века Аминь Частично хотел бы особое внимание Уделить некоторым местам Этого прочитанного текста В 16 стихе Павел пишет В 16 стихе Павел пишет Духом Его во внутреннем человеке То есть укрепиться Духом Его во внутреннем человеке Потом в 17 стихе он поясняет Как это происходит Верою вселится Христу в сердца ваши И потом уже в 19 стихе Как результат этого Если это происходит в человеке Он начинает разуметь Превосходящую разумение любовь к Христову И потом он говорит Для чего это происходит Чтобы вам исполнится Всею полнотую Божьей И здесь приходит Христианин В полную меру возраста Христова Аллилуйя Господь И так для чего пришел Христос на землю И как мы его сегодня ожидаем Дорогие мы знаем Слово Божье нам говорит Что Бог сотворил человека По подобию своему И по образу своему Я думаю здесь со мной все согласны Что миссия Иисуса Христа Является в том Чтобы спасти нас От этого искаженного образа В который мы пришли В образ Божий Вернуть нам тот облик Который мы заслуживаем По нашему праву Как дети Божьи Как Божье творение Для этого пришел Христос Вернуть нам лицо Божье Аллилуйя Господу И эта сила есть В крови Иисуса Христа В его святом рождении Есть эта весть Чтобы нам прийти В полную меру возраста Христова А потом уже он говорит Что когда это произойдет Что он, Бог в нашей жизни Может сделать несравненно Больше всего того О чем мы думаем Или помышляем Но дорогие братья и сестры Как часто бывает в жизни Христиан или верующих людей Когда то, о чем мы молимся Думаем или помышляем Не происходит Потом приходит вопрос И потом приходит вопрос Я молюсь, а Бог не делает Я бету, а Бог не делает А может быть наоборот Что-то происходит Парадоксальное Противоречащее моим нуждам Почему так? А может быть мы молимся Думаем и помышляем Не о том, что угодно Богу Не о том, что угодно Богу Как это может произойти Как это может произойти Знаете, я отец 13 детей Я за это велико благодарю моего Господа Это большая ответственность Я иногда, когда стою на коленях Я втрепет прихожу при мысли Что Бог даровал мне 14 человек Мою жену и моих 13 детей Которых я должен привести в небо Бог даровал мне служение Когда ты стоишь на коленях Ты проверяешь и испытываешь себя И всегда находишь за что каяться Потому что в его отцовских условиях Которых я корректирую свою жизнь Есть всегда что исправить Есть всегда еще к чему подрастить Или на какую меру вырасти Дорогие, мы здесь все сидящие Кто уже родился через Слово Божие Выходили на покаяние Мы все имеем право от Господа Веровать, что мы дети Божьи Аллилуйя Он наш небесный Отец Слава Ему Но вопрос сейчас от Господа В каком мере возраста Христова Мы сегодня находимся Предположительно говоря так Что написал послание к евреям Апостол Павел Евреи себя по праву могут считать По праву могут себя считать евреи Или на праву могут быть Той маслинок Который привит вот эта дикая ветвь Я думаю они имели право претендовать на то Что они могут чему-то научить язычников И вот к этим евреям Апостол Павел пишет в послании Судя по времени Вам должно быть уже учителами Мюстет их schon Lehrer sein А вы все еще находитесь не там В возрастном уровне И вы все еще находитесь не там В возрастном уровне В котором хочет видеть вас Господь Народ Божий Даже начаток веры Семя Абрамова И Апостол Павел говорит что-то здесь не то Дорогие мы должны себя сегодня проверить Претеча Иисуса Христа Иоанн Креститель И его Вест Его Миссия заключалась в том Чтобы приготовить народ к Господу Приготовленный Дорогие христиане Мы сегодня ожидаем Иисуса Христа Через два дня Рождество Христова Которое уже столько тысяч раз повторялось Как мы его сегодня ожидаем Дали ли мы уже Христу веру и вселиться в сердце наше Каков наш возраст в Христе сегодня Когда произойдет встреча с нашим Спасителем Дорогие христиане Нашего Господа Иисуса Христа Нашего Господа Иисуса Христа Не будет интересовать Как долго мы протираем лавочки церкви Не будет интересовать мое звание Какое я в служении имею Сколько проповедей я с этого места сказал Его будет интересовать один вопрос Родился ли я в твоем сердце И вырос ли я в твоем сердце Дорогие братья и сестры Я хотел бы обратить наше внимание Чтобы подтвердить эту мысль На один текст священного Писания Здесь слово Божие говорит Евангелие от Матфея 1 О Иосифе Это был один из тех людей Который имел откровение о Иисусе Христе До его рождения И Господь его почтил и благословил тем Что в его доме позволил родиться сыну своему И дорогие, больше того В этой мысли я прихожу в трепет Воспитать его По-человечески И Служечки кормить его Зарочку водить его Зная, кто это Дорогие братья и сестры Почему? Почему? Чем он так удивил Господа? Что Бог решил Его так благословить Что Бог решает Иисусе Это слово Божие говорит Когда жил Иосиф И в то положение В котором оказался По-человечески Теперь Иосиф Иосиф понимал Что сейчас должно произойти Иосиф понимал Что сейчас Либо ее опозорить Либо меня Но здесь стоит Что он был праведен Что он был праведен Этот человек Иил другое сердце И этот человек Иил готов Принять удар на себя И готов был Отпустить Марию И принять удар на себя И потом в двадцатом стихе И потом в двадцатом стихе Написано Но когда он Помыслил это И стоит geschrieben Верент он Но здесь Верент он Иисусе Ему Господь Сихи Да Иисусе Ему Эмгел В лице Ангела И известил Его о рождении Кого носит Под сердцем Мария И он Иисусе 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 Мы знаем Что Мария Получила Это откровение Не просто Как случайная Девочка Израиля Не просто Как случайная Девочка Израиля Я думаю В ее возрасте Много Девственниц Было В то время Но она была особенной Она была Девочкой Праведной Она знала Для кого Она Хранила Сега Для Господа И Господь Воспользовался ее праведностью Мы видим Симеона Симеон Симеон От детства Своего Семь лет Прожила С мужем Симеон Симеон Бог Бог наполняет ее постоянное Пророчество И в этом И в этом Иисуса 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 Иисус 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 Дорогие Братцы Иссёстры Дорогие Христиане Симеон 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 Пророчество И там Павел пишет, с силой его, с духом его укрепиться во внутреннем человеке, с потоком Божий, дорогие христиане, сегодня все еще полон воды. Он не истощился. Из-под порога храма еще струится этот поток. Время, насколько я вошел в него. А может быть, я остановился. А может быть, даже скручил заднюю скорость и попятился назад. Когда придет наш Господь, за свою церковь, братья и сестры, вот это будет его интересовать. В какую глубину я вошел. В какую глубину я вошел. В какую глубину я вошел. В насколько я соединился с Господом. В насколько я дал веру Христиану вселенная в мою сердце. В какими я вошел в мою сердце. И многие будут удивлены. Кто-то, кто два дня только верующий Два месяца, два года Ему Господь скажет Води, благословенный, в радость Отца твоего Христос говорит о Себя Изгоняемым вон Итак, дорогие, вопрос Как мы ожидаем Христа Благодатью своей войдет он в те дома Которые приготовили себя для этого Вы знаете, вчера в нашей церкви было большое служение Несколько десятков благословенных тружеников Скажем, человек пятьдесят Думаю, не ошибусь, плюс-минус немножко Собрали подарки рождественские Сами пекли пряники Покупали, упаковывали эти подарки Видно было, сделали их с любовью Потом Пастор церкви пришел и помолился за всю нашу команду А потом мы все разъехались по семи городам Мы с Саша и еще с братьями были вчера во Франкфурте Вы знаете, подходят вот эти люди И как было приятно, из их услышать И как было приятно, из их услышать Когда они держали эти подарочки Да благословит вас Господь Вы знаете, слезы на глаза приходят Вы знаете, потом Бог дал Милость Там мы перевязывали одного ужасного состояния человека У него мясо открытое уже на теле Это два погибающих брата Один стоит слезы на глазах Говорит, помолитесь за меня Потом вы знаете, мы приехали домой И я вечером собрал своих детей вокруг себя Мы еще готовили некоторые песни Чтобы сегодня пойти сюда, в Лари, в Обдахлозенхайм И я детям показывал вот эти фотографии Где сегодня папа был Вы знаете, дорогие Я думаю, так каждый папа, который ездил вчера с нами Или вообще в другие города Собрав своих детей, показывал, что происходило в его жизни Дорогой папа Что происходит в твоей жизни? Что ты можешь показать твоим деткам? Что ты можешь показать твоим деткам? Как ты приготовляешь свой дом для Христа? Как ты приготовляешь свой дом для Христа? Какую меру и веру он должен, или ты хочешь, чтобы вселился туда? Да Дорогая Церковь, Дух Святой говорит сегодня У нас Рождество Через два дня Мы не знаем, будет ли у нас еще одно Рождество Сколько Бог отмерил нам А мы даже не знаем, доживем и до этого Рождества Как мы ожидаем Христа Пусть Бог нам даст задуматься над этим Давайте помолимся, Господь Ласште нас беду, Господь Аминь